Автопредприятие Минтранс, обслуживающее скорую помощь и больницы Новосибирска, все последние годы оказываются в центре различных скандалов. Первопричина всегда была одна – невысокие зарплаты водителей. И в том, что оплата труда этих людей не всегда соответствует их вкладу, согласен и руководитель этого автотранспортного предприятия. Заразная оплата водителя без переработки составляет после всех повышений в прошлом году от 29 до 30 тысяч рублей. То есть этого недостаточно. Водители вынуждены брать подработку, переработку, чтобы получить хотя бы в районе 40 тысяч рублей. В начале января местные СМИ, со слов представителей независимого профсоюза Минтранса, опубликовали информацию, что гараж предприятия при нехватке места для машин скорой помощи занимает чужие автомобили и машины полиции. По словам директора, никаких проблем такая практика не создает. И делается это официально. Выдумано из пальца по платной деятельности. Вот стоит машина УВД. То есть мы второй год ремонтируем машину УВД. За счет платной деятельности нам в прошлом году приобрели и оборудование приобретали, и зарплату увеличивали слесарям, и приобрели автомашют для поликлиник. Собственно, озвученные претензии и стали поводом для встречи министра здравоохранения региона с водителями, чтобы лично услышать мнение сотрудников предприятия, которые говорят, что ситуация в последнее время стала меняться в лучшую сторону. Это касается как размера зарплаты и премий, так и условий работы. Залили пол новой по сравнению с тем, который был. Улучшили освещение, так как это напрямую связано с ремонтами и с прочим. Отремонтировали стены, закупили оборудование, подъемники. Идет ремонт в сварочном цехе. 39 новых машин скорой помощи, еще 16 автомобилей для обслуживания лечебно-профилактических учреждений и 6 для медорганизаций, оказывающих палеотивную помощь. На такое количество техники пополнился автопарк предприятия в прошлом году. По сам министр здравоохранения Константина Хальзова обновление продолжится и в нынешнем. По закону мы должны раз в 5 лет менять практически все машины скорой медицинской помощи. Мы считали то количество, которое нам необходимо в год менять, примерно 55. Вот если мы будем каждый год менять 55 машин, то мы будем как раз завершать тот круг обновления, который необходим по стандарту. Еще одно нововведение – появление водителей-санитаров. То есть теперь водители скорой помощи, пройдя соответствующее обучение, могут оказать посильную помощь врачам. Например, донести носилки с больным человеком. Из менее чем 500 водителей дополнительные навыки изучили более 50. человек или примерно каждый восьмой. И для пациентов польза, и для самих работников дополнительная оплата в размере 10-12 тысяч ежемесячно. Так что изменения к лучшему есть, говорят сотрудники автопредприятия. Хотя и многие проблемы никуда не исчезли. Те же старые машины и низкие зарплаты. И они так или иначе сказываются на качестве обслуживания пациентов.